Идёт завуалированная подготовка США к войне. Россия, Грузия, Украина, пишет Надежда Кретова. Надь, я вам так скажу, никакой войны России с Украиной никогда не будет, потому что любой человек, который на полном серьёзе попытается осуществить такого рода акт, является преступником, при том я не могу себе представить, с какого размера. В Украине живут братские нам абсолютно по духу, по крови, по общей истории люди, война с которыми является самым страшным преступлением, которое все можно только придумать. Не надо кричать «Севастополь наш», не надо кричать «Крым наш», надо просто сделать так, чтобы жизнь в нашей стране была настолько привлекательной, чтобы Украинам, Белорусам, Молдаванам, Армянам, Грузинам всем захотелось жить с нами в мире и идти к нам. Потому что иначе мы всё время говорим «Оно быстро к нам». А если нет, мы тебя сейчас в харю дадим. Быстро кому сказал «любить»? «Любить», я сказал. Ну кто ж такого любить будет? Совершенно невозможно. Я говорю неплохо, я говорю правдиво. Я хочу спросить, обсуждается ли возможность возврата Крыма России? Да не дай бог. А как вы себе это представляете? Подождите, но мы не вернули себе Абхазию и Осетию. Это независимость. Почему нельзя Крым? Ну объясню. Потому что, во-первых, нет никакого юридического основания. Я понимаю вопрос. Не дай бог, а зачем вам Крым? Подождите, а почему Крым? Ну вот чем вам Крым? Нет, я объясню. Нет. Ещё раз вас спрашиваю. Ещё раз вас спрашиваю. Вот вам Крым зачем? Дослушайте. Вы слушать будете или нет? Не будете, да? Нет, вопросы уже задали. Про Крым отвечаю. Значит, почему нельзя возвращать Крым? А почему Крым? Почему не Финляндию? Финляндию отдал Владимир Ильич Ленин. Она тоже была наша. А почему не Польшу? Она перешла после раздела, который был. А почему не Среднеазиатские республики? Грузию и Армения? Почему мы согласились с разделом 1991 года? Ну давайте вообще себе соберём Русскую империю в границах, скажем, 1905 года. С какого момента истории мы будем считать, что можно, что нельзя? Вот какой момент мы устанавливаем? Если мы говорим, мы устанавливаем момент, когда был Хрущёв. Почему Хрущёв? Почему не другие? Это же основной вопрос, который всегда возникает. Когда мы говорим, а вот давайте Хрущёв отдал, мы пересоединим, но Хрущёв же отдал абсолютно легитимно. Были законодательные акты. Он это сделал на основании определённых документов. Если мы вдруг говорим, это значит война. Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который давно уже стал татарской территорией? Крымских татар. Вы предлагаете их уничтожить? Вот мы туда войдём и скажем, что? Давайте их всех уничтожим? Это такая же ситуация, как с Нагорным Карабахом. Когда азербайджанцы говорят, ну вот, это же наша территория, это же мы. На что им говорят армяне? Извините, в Нагорном Карабахе всегда жили армяне. Вот в Ереване меньше веков живут армяне, а в Нагорном Карабахе просто всегда. Вы можете взять эту территорию, но для этой цели надо уничтожить всех армян. Мир согласится с такой ценой? Вот без болтовни про то, кто древний. Вот мир согласится ценой уничтожения всех армян, забрать Карабах. А я вам отвечаю, вы согласитесь пожертвовать и каким количеством жизней русских и украинских солдат, чтобы забрать Крым? Сколько вам не жалко? Ещё раз говорю, сколько крымчане как раз против. Потому что крымские татары вообще хотят у себя там уже строить такое общество, которое нам сильно не понравится. Там уже давно, тем более, когда мы говорим о Крыме, там вообще много вопросов. Мы Крым завоевали. Мы Крым завоевали, это известно было покорение, оторвали там у крымского ханства, но там много чего было. Поэтому всегда вопрос, с какого момента вы считаете? Жалко Крым, жалко. И Финляндию жалко. И Швеция когда-то была нашей. И часть Польши жалко. И Армению жалко. И Грузию жалко. И Узбекистана. Всё жалко. Пойдём боевать? Не пойдём. А, их не надо, понятно. А вы с крымскими татарами будете разбираться? Попробуйте, вам понравится. Безумие. И никто им не задал вопрос. Ребята, может быть, суд тюрьма себе? Может, то, что наворовали, вернёте народу? Может, хватит? Дурни это из себя строить. Деяги-то где? Вы всё время просите у государства. И государство берёт у нас, у людей, в виде безумных налогов, бесконечных поборов и повышения цен, и отдаёт опять вам, и вы их опять прокакаете. Единственное, что блестяще делают олигархи, это было народное добро, а стало чёрт-и-знает что. Молодец, попал, хорошо. Всё нормально, не волнуйтесь. Садитесь, всё хорошо. А вы сюда идите. Тот, который кинул, вы идите сюда, вы не волнуйтесь. Не удвигайтесь. Не надо задержать, вы лучше на сцену пригласите. Подойдите сюда, мне просто интерес с вами поговорить. Идите на сцену. Не надо никого бить. Идите сюда. Вот можно вас на свет? Вас как зовут? Паш, скажите, пожалуйста, вы хотели что-то сказать? Паш, а вы каких политических взглядов? Паш, а яйцо вы купили где? В магазине. Паш, ну вы тебе это задумали, правда? Вам же хотелось славы. Она у вас сейчас есть. Паш, скажите, пожалуйста, с чем вы не согласны людям? Я понимаю, ну вы зачем-то купили билет, купили яйцо, значит, продумали. Я не против. Скажите, пожалуйста, с чем вы не согласны, что мне нравится. Спокойно. Отсветите, пожалуйста, Паш. Разговорите, пожалуйста, Паш. Паша, расскажите, вы лимоновец? Вы наш? Вы юный друг олигарха? Паш, а кто вы, солнышко? Вы бросили яйцо на громких словах про олигархов, которые растрачивают наши добры. Вы любите олигархов, работаете? Откуда у вас деньги на билет, Паш? Паша, а кто вам дал деньги на билет? Не, ну как нужно, Паша. Ну, расскажите людям правду. Вы так хотели славы. Вы хотели, чтобы вас любили. Граждане, смотрите, пожалуйста, на лицо этого милого мальчика, у которого нет смелости, чтобы рассказать правду. Дайте Пашу. Паш, расскажите. Да это очевидно. Пашенька, расскажите людям правду. Не стесняйтесь. Что вы говорите? А что вы стесняетесь, Пашенька? Вы жуете жвачку, держите руки в карманах. Заметьте, вы же ждали, что вас будут избивать, что вас навалится охрана, да? Вас будут мутутить по лицу, вы будете жертвовать. Пашенька, вы не жертвы, всего лишь идиоты. Притом, Пашенька, самое смешное, что все люди, которые здесь сидят, смотрят на вас и думают об одном. Бедный, несчастный, глупый мальчик. Пашенька, садитесь, продолжайте смотреть, не волнуйтесь. Не надо, не трогайте Пашу. Не надо. Так, мужчина. Ребята, мужчина, остановите, а сейчас кто-то Пашу забьет. Пашенька, садитесь, смотрите. Кстати, я думаю, что вам надо будет вернуть деньги за яйцо и за билеты, и сходите, мы вам их восстановим, чтобы вы могли отсчитаться. Вы знаете, что приятно? Приятно, что яйцо патриотическое, наше. Было бы обидно, если бы яйцо купили где-нибудь за границей. У моего друга Джонни Монглани появилась новая работа. Еще один сможет. Так вот, продолжаем тему. Вот, еще один пошел человек в капюшоне. Как? А, это друг Паша. Я вам расскажу, я очень спокойно. И еще один есть, да? Да, еще один пошел. Да, да, это нормально, не волнуйтесь. Было бы странно, если бы этого не было, потому что то, о чем я говорю, должно приковывать к себе негатив и должно вызывать эту бурную реакцию. Спасибо.